Ривка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Глупая женщина ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты только подумай Мы друг друга стоим Ты всегда найдешь над чем посмеяться Лучше смеяться, чем плакать Я помню нашу свадьбу И в тот день ты смеялась Смеялась? Я была в ужасе Мы были детьми А теперь посмотри Мы старые, больные, слепые Мы не были детьми Мы были взрослыми, но молодыми Я очень боялась Но я уважала тебя И мой отец уважал твою семью Как быстро пролетели годы Мы выросли вместе, Муса Лучшей женщины для этого я не мог желать А я лучшего мужчины Сегодня свадьба нашей дочери Бог да благословит ее Твоя свадьба вот-вот начнется Ты боишься? Я боюсь Нет Я в ужасе Но я стараюсь не думать об этом Что ж, ну так я тебе напомню Мне и всем остальным Мама, ты слишком много работала Тебе надо отдохнуть Нет, 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 моя милая Я не хочу пропустить ничего из этого дня Я хотела бы, чтобы твой брат был здесь Но Мама, разве я не говорила? Даут нашел Якуба в поле Он сказал Якубу, что придет на свадьбу Даут Ты говорила с Якубом на этой неделе? Нет Конечно нет, мама Якуб сказал Аюбу, а Аюб передал Саре Но, мама, даут придет Ты разве не рада? А, я счастлива Надеюсь, он будет осторожен Если римляне найдут его Это моя свадьба, мама Все будет чудесно Твоя свадьба Как же быстро ты выросла Уже поздно Пора наряжаться тебе Здравствуйте, тетушки Спасибо большое, что пришли Конечно, мы пришли Это не обязательно Тетя, спасибо Спасибо Такой прекрасный день Ну, тебе не пора принарядиться Вы правы Идем, сестренка Принарядим тебя Далия, идем с нами Ты прекрасная невеста, Мариам Я так нервничаю Мы все нервничали на свадьбе О, эти грубые старые пальцы Думаю, надо уступить эту работу молодым Нора, ты скажешь Слово наставления моей младшей дочери В день ее свадьбы? На прошлой неделе Ты рассказала мне Историю Иисуса о свадьбе Помнишь, Лейла Ту самую про десять девушек Которые ожидали жениха У всех были светильники И пятеро девушек Принесли с собой еще и запас масла для долива А пятеро нет А жених задержался Надеюсь, Якуб не опоздает Я могу решить, что он передумал О, уверена Твои подруги принесут с собой масло И на случай, если он задержится Если погаснут все светильники, праздник будет испорчен Я не хочу праздновать в темноте Ну, в этой истории Когда соседи объявили Что жених уже в пути Девы, у которых не было масла Стали просить других поделиться Но если бы они это сделали У них бы не было достаточно масла На весь свадебный вечер Поэтому неразумные девы пошли искать кого-то Кто мог бы продать им немного масла А рынок-то уже давно закрылся Ну, конечно То время, когда они вернулись обратно Все ушли праздновать И они остались одни Я не понимаю, тетушка История о гостях Не обо мне Я не думаю, что Иисус на самом деле говорил про свадьбу Я думаю, Он говорил о нашей жизни Мы все ждем возвращения Иисуса Некоторые из нас умрут до того, как Он вернется Но мы должны быть готовы к этому каждый день Наши сердца должны быть наполнены Святым Духом И устремлены к Нему Никто не сделает это за нас Девушки не могли одолжить друг другу масло Твой муж не может одолжить тебе свою любовь к Богу Ты должна сама искать Бога Мне нравится думать о словах Иисуса весь день И я пою Я молюсь Ты тоже должна так делать, Марьян Всегда ищи Его Всегда проси дать мудрости тебе Каждый день для тебя Это новая возможность запастись маслом для светильника Какой чудесный способ запомнить это Спасибо, тетя Пожалуйста Ривка, дорогая Может быть, ты хочешь поделиться чем-то с моей дочерью в день свадьбы? Ты такая красивая сегодня, Мариам И мы хотим убедиться, что твои волосы уложены идеально Так ведь? Глядя на твои сияющие глаза и лицо, излучающее свет Я вспоминаю слова апостола Петра Сказавшего, что красивая прическа еще не делает тебя красивой И дорогие украшения, и прекрасные одежды не делают этого Настоящая красота исходит изнутри И это красота, которая не увядает Бог высоко ценит ее Помни об этом Сегодня и всегда Твоя истинная красота внутри Спасибо, тетя Ривка Сара, ты хочешь что-то сказать своей сестре? Ну, ты знаешь, я только начинаю понимать, что значит быть хорошей женой А через пару месяцев я начну учиться быть хорошей мамой Но я помню историю тети Ривки про Марию Марфу Ты помнишь? Когда Иисус пришел к ним? Да Это было, когда он и апостолы путешествовали по стране у Ча И, наконец, пришли в деревню, где жила Марфа и ее сестра Мария Марфа была старшей и все время занималась приготовлением пищи Чтобы накормить такое большое количество людей Но Мария, младшая сестра, как ты, Мария Была счастлива просто сидеть у ног Господа и слушать Его слова Марфа огорчилась, что Мария не помогает ей по хозяйству и жаловалась на нее Иисусу Но Иисус ответил Мария выбрала самое лучшее И это у нее не отнимется Кажется, я как Марфа Я все время беспокоюсь и о будущем И о том, что мне нужно делать сегодня Но я думаю, секрет хорошей жены, женщины в том, чтобы проводить время в молитве и размышлении над Писанием И думать об Иисусе каждый день И когда я молюсь, успокаиваю свое сердце И прошу Бога говорить со мной и слушаю Его голос Тогда Я чувствую, что больше похоже на Марию И меньше на Марфу Спасибо, Сара Сара права Жизнь приходит с каждым новым днем Каждый день мы должны ставить наши отношения с Господом на первое место Вот что приносит нам радость Наслаждайся жизнью с мужем Мария Пророк Неемия сказал, что радость пред Господом – это наша сила Находи радость в малых вещах И будь благодарна Каждый день приноси все свои нужды и просьбы к Небесному Отцу во имя Иисуса И так нужно жить, неважно, есть муж или нет Мы знаем это, правда, Дали? Думаю, да Конечно, да Бог любит нас такими, какие мы есть, дорогая Апостол Павел даже написал, что лучше быть одному, чем иметь семью Правда? Да Он сказал, что холостые могут полностью посвятить себя служению Богу Он показал, что быть холостым – особое благословение Только не говори это, Мариам Бог благ во всякое время и в любой ситуации жизни И Он любит нас Не потому, что мы замужем или нет, имеем детей или нет А потому, что Он создал нас для особых отношений с Ним Он радуется каждому из нас Нам нужно только научиться принимать эту любовь через Иисуса О, мама Я тебя так люблю Спасибо тебе за все Я всегда буду тебя любить И молиться за тебя каждый день, дитя Они уже пришли! Жених уже здесь! Вот жених! Пора Идем, идем Он здесь Она идет Теперь в любую минуту Она идет Я вижу ее Да Да Даут Ты пришел Конечно, пришел Это твой день Вот она, отец Мы пришли за невестой Какая ты красавица Ты пленила меня Одним взглядом твоих глаз Одним ожерельем на шее Одним ожерельем на шее Одним ожерельем на шее Субтитры создавал DimaTorzok 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Чем эта свадьба похожа или не похожа на те, в которых вы принимали участие? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Что история Норы о десяти девах говорит нам о нашей жизни? Субтитры создавал DimaTorzok С кем вы соотносите себя в истории Сары о Марфе и Марии? В чем ваше сходство? Субтитры создавал DimaTorzok Чем похожи истории Норы и Сары? Субтитры создавал DimaTorzok Что вы можете сделать, чтобы вашим главным приоритетом стала жизнь с Богом? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok